Ну, я думаю, что обстоятельства меняются. И сегодня они таковы, что ДНР достаточно уверенно себя чувствует, потому что у них есть постоянный поток оружия, у них есть постоянный поток добровольцев из России. И завтра могут ситуации измениться. И я очень надеюсь на то, что вот этот ступор, в который сегодня сошла ситуация в Украине, она, значит, изменится. То есть вообще как бы Порошенко меня немножко разочаровал. Дело в том, что если мы вспомним Ельцина, Черномырдина, когда речь идет о жизни людей, то вступают в переговоры с кем угодно, там, с полевыми командирами. Президент страны вроде бы с полевым командиром, да. Вот. А здесь такой снобизм, значит, с кем мы будем разговаривать, мне он как бы не очень нравится. Я надеюсь, что Россия закроет границу, Россия перестанет поддерживать морально вот этим неким обещаниями обещаниями и материальным, да, вот этим оружием. Значит, ополченцев ситуация изменится, и они вынуждены будут пойти на переговоры. Дело в том, что и ополченцы, и украинская армия, они как бы борются за то, какой флаг повесить на мэрии Донецка. А на самом деле жизнь внутри города, она будет существовать по каким-то другим законам. Если люди оттуда уедут, например, в Россию все, ну, вешайте какой угодно флаг, да, это будет уже не город, это будут такие помпеи, то есть просто туристов как в сталкера водить. Вот. Поэтому ситуация сегодня, кажется, тупиковая. Я думаю, что изменения какие-то именно на фронте военных действий подтолкнут и Донецких для того, чтобы начинать переговоры, а Порошенко, чтобы спуститься со своего этого Олимпа и говорить, да, это маргиналы, да, это люди, вышедшие там из низов, из тюрьмы. Но вот сегодня от переговоров миллиардера Порошенко с этими маргиналами зависят жизни людей. Значит, Порошенко должен с ними переговариваться.